11.05 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Владимира Сметани. Привет, Светлана Занько. Добрый день. Приветствуем вас, да. Ну, собственно, вы сейчас в новостях наших коллег слышали ту тему, о которой мы будем говорить. Кировские кинотеатры, торговые и развлекательные центры проверят на безопасность после трагедии в Кемерове. Привет. Вот я, честно признаться, Свет взбудоражен прямо сейчас, даже немножко потряхивает. Я более часа сейчас смотрел видеотрансляцию в интернете вот с этого митинга. И часового. Да. На плюс четыре к Москве живет Кемеровская область. То есть они, соответственно, по нашему времени с пяти утра там митингуют. И громкоговорители, микрофон переходит от одного человека к другому. И, ну, люди на взводе, понятно, знаешь, вот такое ощущение создается, что вот прозвучи сейчас какие-то слова еще, которые особо затронут митингующих, и все, эта толпа просто двинется куда-то, вот, либо вправо, либо влево. Причем там огромное количество полицейских, ОМОНовцев. Когда крупный план камеры берет, видно, что там просто сотни, сотни представителей и правоохранительных органов. И, ну, явно тут минимум с ближайших регионов, наверное, да, людей в форме пригласили. В общем, обстановка там очень-очень накаленная, и выступают родственники, и родители погибших детей и так далее. В общем, тяжело, тяжело. Да, после Кемеровской трагедии Генпрокуратура России распорядилась проверить все торгово-развлекательные центры страны на пожарную безопасность. Теперь все специалисты госпожнадзора обойдут все торговые развлекательные центры Кирова. И как это будет происходить, готовы ли наши торгово-развлекательные центры, кинотеатры к этим проверкам, сами проверяют ли и с какой регулярностью систему безопасности в своих учреждениях. Мы постараемся выяснить у руководителей этих центров. И сейчас с нами на связи Татьяна Ядыгина, управляющая торговым центром «Гринхаус». Татьяна Валентиновна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Здравствуйте. Начались ли уже прокурорские проверки? В нашем торговом центре прокурорской проверки еще не было. Вас оповестили, что они будут в ближайшее время и известно ли когда? Нет, этого оповещения не было. Хорошо. Мы знаем, вчера, когда с вами беседовали, что после трагедии, в частности Казанске, такие прокурорские проверки проводились. Каким образом они велись? Прокурорская проверка проводится внезапно, внепланово. И прокуратура имеет право в любое время без предупреждения приехать на проверку и пригласить с собой представителей, в принципе, любых проверяющих органов надзорных. Когда вас в последний раз проверяли? Нас вот такую глобальную проверку внеплановую проводили после пожара в Казани, после торгового центра «Гринхаус». Как она велась? Проверка в нашем торговом центре производилась в течение целого дня. Проверялись полностью работа всех абсолютно систем пожарной безопасности. И также проверяли в соответствии всех эвакционных выходов, ну полностью все функционал. Вы рассказывали, что буквально с секундомером замерялись все процессы, которые должны происходить при эвакуации людей. Да, у нас проверка производилась именно так. Производилась сработка контролирующими органами и отрабатывалось, проверялось функционирование всех систем по секундам, когда должна включиться сигнализация, система оповещения, система дымоудаления, остановка, отключение систем вентиляции, ну полностью сработка автоматическая всех систем. Результатом проверки что было выявлено? Ну, по работе систем у нас не было абсолютно никаких нарушений, потому что торговый центр оснащен всеми самыми современными системами. И все системы в нашем торговом центре обслуживаются ежемесячно и проверяется их работоспособность стопроцентно специализированными организациями у нас полностью, это аутсорсинг. Ну, были выявлены ряд замечаний по лестничным маршам, еще какой-то ряд небольших недостатков, которые нами были устранены, минимальные сроки и претензии со стороны контролирующих органов к нам нет. А что касается персонала и, в частности, сотрудников безопасности, обучены ли они, действуют в каких-то экстремальных условиях и проверяются ли их навыки? Ну, мы регулярно проводим обучение, инструктажи всех сотрудников торгового центра на пожарную безопасность, по антитеррористической защищенности объекта. Тренировки и плановые, эвакционные тренировки у нас тоже проводятся регулярно, самостоятельно. В принципе, мы всегда укладываемся во все нормативные сроки. Со стороны вообще соблюдения нами правил пожарной и прочей безопасности, мы не экономим на системах безопасности. Это, скажу так, принципиальная позиция собственников и управляющей организации. Но стоит предположить, что если проверка и будет в ближайшее время у вас, то она будет, видимо, проходить по похожему или подобному сценарию, да? Ну, скорее всего, да. Мы готовы к этой проверке. Очень часто жалуются на то, что, когда проводят инструктаж по пожарной безопасности или другому виду безопасности, просто подмахиваются листочки, ставятся галочки, что да, я прослушал, я прошел. Как у вас с этим? Вы говорите, что принципиальная позиция руководства, что все должно работать не на бумаге, а на деле. Ну, это да. И я еще раз повторяю, что все системы у нас обслуживаются, контролируются ежемесячно и проводятся с персоналом проверки по эвакуации. Поэтому это не просто галочка. Татьяна Валентиновна... Сейчас мы проводим большую реконцепцию у себя площадки на бывших площадях в свой депо. Открываем новую торговую галерею. И первое, что нами было до открытия торговой новой галереи, сделано это полный подробнейший инструктаж всех новых арендаторов на правила. У нас технический директор проводил полный инструктаж, все врученные инструкции. Большое ли количество людей проходит, например, выходные дни через ваш торговый центр? Ну, по выходным у нас в трассе торгового центра до 10 тысяч человек в день было. Мы знаем, что у вас нет, по-моему, развлекательной площадки или что-то изменилось? У нас в самое ближайшее время, в апреле месяце, на площадях строй депо планируется открытие большого нового семейного развлекательного центра. И я хотела отметить, что здесь будут предприняты дополнительные меры безопасности. К сожалению, у нас очень много посетителей бывает, которые достаточно нервно или даже агрессивно реагируют на соблюдение определенных правил и требований. Я очень прошу всех посетителей торгового центра с пониманием относиться к данным мерам. Потому что меры безопасности на развлекательной зоне будут усилены. Мы читаем в интернете очень много описаний того, как проводятся учения по пожарной безопасности. Знаем, что в Москве, в крупных торговых центрах проводятся в режиме реального времени. То есть эвакуируются даже люди, которые стоят на кассе и все участвуют в этом процессе. Знаете ли вы таких учений в Кирове, в каком-нибудь торговом центре? Ну, по поводу других торговых центров я не могу ничего сказать. Мы проводили у себя учения по эвакуации. У нас были предупреждены об учениях только руководители, якорных арендаторов. Это было строй Депо и Глобус. И у нас был предупрежден об учении только старший ПО охранного агентства. Даже охранники на местах не знали. И поэтому мы реальное абсолютно учение проводили. И с момента сработки до... Я, скажем так, последний человек, который вышел из торгового центра, время расчетное 6 минут у нас оставило по выходу. То есть вы уложились в нормативы, да, получается? Абсолютно уложились. И при том, что, говорю, не был предупрежден никто. Мы лично отслеживали действия всего персонала, как у нас действует охрана, как действуют сотрудники всех арендаторов. Мы уложились полностью. Татьяна Валентиновна, насчет открытия развлекательного детского семейного центра, претензии при Кировской трагедии, в том числе возникают вопросы по отношению материалов, которые там используются. Требования к пожарной безопасности этих материалов каким образом вами учитываются? Будете учитывать, да? Ну, у нас идет поставка огромного четырехэтажного лабиринта. Поставщиком у нас является очень крупная московская компания «Новые горизонты». И все обязательно материалы, и все сертифицировано. Так же, ну, видите, до недавнего времени не требовалась сертификация на батутной арене, на какие-то элементы с этого года эта сертификация вводится. И наш арендатор по батутной арене, я как бы знаю точно, что он будет проходить полную сертификацию. У нас оборудование идет полностью сертифицированное. Что касается ЧОПов, и там организация, которая осуществляет охрану, в том числе и должна участвовать в выводе людей, например, при эвакуации, тоже вопрос экономии и безопасности. Вот как решается? Ну, мы сотрудничаем только с проверенными и надежными организациями. Нас обслуживает КОП, Кировское охранное агентство. Это достаточно серьезное агентство. Мы проводили серьезный тендер при выборе, скажем так, этой организации. И ориентировались в первую очередь на их опыт работы, на их резюме, какие объекты они обслуживают. Ну, я знаю, что они обслуживают крупнейшие банки. И то, что они обслуживают Кирово-Чепетский химический комбинат, но это для нас тоже как бы было дополнительным плюсом в выборе этого организации претензий. Мы работаем с ними 6 лет, у нас нет претензий. Общая ситуация в городе с торгово-развлекательными центрами в отношении возможности следовать всем требованиям современным по пожарной безопасности. У вас новый торговый центр, но ведь есть и старый. Вы держите как-то руку на пульсе. Представляете себе, какова обстановка? Я прекрасно представляю, потому что это уже профессиональное, скажем так... Качество. Профессиональное качество. Когда я даже просто как посетитель захожу в любой торговый центр, у меня уже, знаете, такая дрессировка, что я с порога вижу, в какую сторону открываются двери, где что не соблюдается. Ну, к сожалению, у нас очень много объектов реконструированных, да, из старых, не приспособленных для торговли зданий. И однозначно там, с моей точки зрения, очень много нарушений. У нас торговый центр строился, собственно, с нуля. Изначально, как торговый центр, и я уже говорила, что позиция собственников была принципиально с самого начала, что никаких декораций, все системы новые, все должны 100% работать. То есть безопасность – это самое главное. Еще один вопрос, пожалуйста. Вот своим профессиональным взглядом вы видите недочеты, посещая другие торговые точки. А как при всех этих нарушениях можно работать, на ваш взгляд? Ну, вот мое личное мнение, что сейчас, конечно, по ТВ, везде идет информация, в этом же Кемерово. Пойдут допросы собственников, обвиняются руководители управляющей компании, персонал. А у меня лично первый вопрос. Я считаю, что в первую очередь должны быть допрошены и названы фамилии тех чиновников и проверяющих, которые подписывали все разрешения на работу и проверки. Потому что это, ну, коррупция стопроцентная. Спасибо. Спасибо, Татьяна Едыгина, управляющая торговым центром «Гринхаус». Мы продолжим разговор сейчас со следующими руководителями торгово-развлекательных центров. Вчера в агентство РБК, руководитель сети «Киномакс», мы напоминаем, что 32 кинотеатра, 235 кинозалов в России принадлежат «Киномаксу». Значит, гендиректор сети Дмитрий Нартов сообщил, что 26 марта начались неплановые проверки оборудования систем пожарной безопасности. Самостоятельно они это начали до того, как прокуратура объявила, что будут эти проверки. В ближайшее время, как отметил Нартов, я цитирую по РБК, «Киномакс» планирует также провести для своих сотрудников неплановые учения, посвященные тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях, подобно той, что произошла в Кемерово. Напомним, что основная масса погибших – это как раз-таки дети в этих кинозалах, которые в торговом центре «Зимняя Вишня» размещались. Тут, конечно, ужасная эта история, когда дети не могли выбраться из этих кинозалов и звонили своим родителям, говорили о том, что начинают очень сильно пахнуть дымом и буквально уже прощались со своими родными. Мы попытались связаться с руководителями наших кинотеатров. Пока они не нашли времени для того, чтобы ответить нам на наши вопросы, надеемся, что в течение сегодняшнего и завтрашнего дня свою позицию они сообщат. Но один из страшных фактов, которые приводят люди, побывавшие и выжившие в этой страшной трагедии в Кемерово, вопрос был в том, что в одном из кинозалов была закрыта дверь. Так вот, снова цитирую ленту РБК, которая онлайн пишет сообщения о том, как развиваются события. РБК сообщает, что практика закрывать двери в кинозал во время сеанса существует. Некоторые кинотеатры делают это, чтобы не нарваться на штрафы со стороны Минкульта и дистрибьютора в том случае, если количество зрителей в зале окажется больше, чем количество проданных на сеанс билетов. Представляешь, Володь? Об этом сообщил РБК председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Кинотеатры сейчас находятся под мощным домокловым мечом со стороны Минкульта и дистрибьюторов, которые очень жестко проверяют их. Я допускаю, что при таком давлении и штрафах кто-то, к примеру, администратор кинотеатра решил, что лучше запереть дверь в кинозал. Согласно Кодекса об административных правонарушениях, за непредоставленный или предоставленный не в полном объеме в единую федеральную автоматизированную систему данных о проданных билетах в кинотеатр, может быть наложен штраф. Причем до июля 2016 года штраф был фиксированный. Сейчас он является оборотным, то есть привязан к выручке кинотеатра от продажи билетов за предыдущий год. Соответственно, чем больше заработал кинотеатр, тем выше штраф. При этом минимальный размер штрафа за такое правонарушение составляет 100 тысяч за повторное не менее 400. Слушай, а я вчера активно мониторил ситуацию в социальных сетях и прямо нашел группы ВКонтакте, уже созданные, как раз-таки посвященные этому трагичному событию. И там некоторые люди пишут о том, что дверь вот в один из этих кинозалов, где находились дети, закрыли просто-напросто старшие воспитатели, женщины, которые их туда привели. Они посадили вот на этот мультик смотреть детишек и сами ушли по магазинам, которые размещаются в этом торговом центре. Вот не знаю, стоит ли доверять этой информации. Вообще информации очень, конечно, много. Информация противоречивая. Иногда она размещена на таких интернет-ресурсах, что уже понимаешь, что это в желтизной отдает. И явно вот уже появляются какие-то люди, которые чересчур будируют эту тему и нагнетают обстановку. Но это, опять же, мои личные ощущения. И вот сейчас на митинге, который в Кемерове происходит, звучат данные о том, что реально не 64 погибших, а их гораздо больше. Эта информация накануне вечером еще появилась. Там приводятся цифры. И 350 человек, и даже 500 человек. И там была, я смотрел, продемонстрирована аудиозапись разговора семейной пары. В общем, муж позвонил своей супруге, а муж водитель КамАЗа. И он звонит и говорит, представляешь, супруга, мы сейчас едем тут на трех КамАЗах, и у нас в кузове 350 тел. Я не смогла найти силы, чтобы посмотреть видеозаписи из этого торгово-развлекательного центра. Коллеги, с портала свой Кировский сделали большой материал вчера вечером. Сейчас есть на портале. Они тоже опросили различных специалистов. Ну и в частности привели статистику пожара в торговых центрах Кирова. Мы помним август 2013 года, когда был пожар в торговом центре Фабрика. Там не было развлекательных каких-то зон, но горели магазины. И мы прекрасно помним, как пытались сотрудники магазинов вытащить вещи, которые там продавались. Они были обгорелые, они были там запыленные. И в результате практически весь торговый центр выгорел. И сейчас он снесен. И там на этом месте что-то новое пытается построить. В марте 2017 года... Что мы не знаем, закрыто. Да, в марте 2017 года горел торговый центр «Глобус». На втором этаже здания загорелся потолок. Оказалось, что замкнулось светильник. И сработала система противопожарной защиты, благодаря чему возгорание быстро обнаружили. Потушили. Людей экстренно эвакуировали. Пострадавших не было. Осенью 2017 года пожар произошел в торговом центре «Атлант». Здесь шел ремонт во время сварочных работ. Искра попала в пуховики. Выгорел товар с салона верхней одежды. Из здания эвакуировали 60 человек. Никто из людей не пострадал. Пожарная сигнализация вовремя сработала. В феврале 2018 года, уже это свежая информация, эвакуировали посетителей ЦУМа. Замкнуло проводку. Повалил дым. Сработала автоматическая пожарная система. С ситуацией быстро справились. В августе 2015 года здесь же в ЦУМе горел отдел итальянской одежды. Тогда также удалось быстро эвакуировать людей. Никто не пострадал. Но мы пытаемся сейчас набрать как раз Константина Долгополова, генерального директора ЗАО «Вятка ЦУМ». Наш редактор говорит, что не может дозвониться. И вполне очевидно, что его с нами на связи не будет. У нас есть еще несколько человек, с которыми есть договоренность о созвоне. Алексей Казаков, технический директор торгового центра «Максимум». Мы ожидаем подключения в эфир Александра Добрушкиса, коммерческого директора торгового центра «Европейский». И Анна Киселева, руководителя батутного парка «Марио». Что-то у нас происходит. Нет почему-то связи с этими людьми. Тем не менее, вернемся к тому, что касается наших торговых центров. И помните, что в первый день, практически почти сутки, не поступало никаких сообщений о том, какие будут предприняты меры и проверки. Но при этом последовали заявления руководителей нашего региона и нашего города. В частности, Игорь Васильев заявил, что правительство Кировской области будет требовать этих непланных проверок. То же самое сказал Илья Шульгин. Игорь Васильев сказал, я прошу бизнес не воспринимать эти меры как прессинг. Очевидно, что недоработки есть и у нас. В соцсетях кировчане жалуются на отсутствие подсветки у прохода в кинотеатрах. В случае чрезвычайных ситуаций это может помешать людям быстро найти выход. Еще вчера замечания такого рода однозначно воспринимались бы как придирка. Но события в Кемерово жестко напомнили всем, что в деле пожарной безопасности мелочей не бывает. Надеюсь, наши предприниматели сами инициируют внутренние проверки в своих организациях. У нас на связи Алексей Казаков, технический директор торгового центра «Максимум». Да-да-да, все верно, да. Торгового центра «Максимум». Алексей Васильевич, добрый день. Добрый день. Известно, что будут уже внеплановые проверки прокуратуры. Но сами вы после трагедии в Кемерово какие-то меры предприняли дополнительные для проверки системы пожарной безопасности в вашем торговом центре? Да, трагичное событие и информацию об этом событии получили мы из средств массовой информации еще в воскресенье. Поэтому на понедельник мы созвали экстренное освещение внутренних служб, где были определены действия, которые будут направлены по дополнительной перепроверке всех инженерных систем, которые отвечают за пожарную безопасность в торговом центре. Конкретизируйте, пожалуйста, что именно будет проверяться, тестироваться и когда? Тесты у нас проходят и в плановом режиме, и особо мы уделили работе инженерных систем, связанных с системой оповещения в помещениях торгового центра, системам внутреннего пожарного водопровода, системам, которые отвечают за автоматическое пожаротушение. И, соответственно, системы, которые отвечают за сигнализацию при возникновении пожара. Система автоматического пожаротушения, она на всех этажах максимума установлена? Да, на всех этажах торгового центра максимума. Алексей Васильевич, а какого рода система пожарного, систему огнетушения сейчас установлена? Чем вы пользуетесь? Я не знаю, пена, порошок, вода? Как это все выглядит? При реконструкции объекта под торговое назначение у нас была проектирована система порошкового пожаротушения. Сейчас, на данный момент, она такая и есть. Как это работает в случае, если сработала пожарная сигнализация? Параллельно идет дублирование визуально службой, которая делает постоянные обходы по территории торгового центра. После подтверждения информации происходит оповещение экстренных служб, применяются мероприятия по эвакуации посетителей торгового центра. И после того, как убеждаются о том, что посетителей нет, включается уже система пожаротушения. Что касается запасных выходов, они всегда открыты в максимуме? Или все-таки кто-то проинструктирован, что на случай экстренной ситуации они должны быть срочно открыты? Как тут обстоят дела? В данном случае, касаемо пути эвакуации, мы прошли школу еще 2009 года, когда произошел страшный пожар в Перми. Самая лошадь. Да, соответственно, все двери, которые ведут к путям эвакуации и наружные двери путей эвакуации, с внутренней стороны оборудованы ручными барашками. То есть они никогда не закрываются на замке изнутри. То есть там даже конструктивно это не предусмотрено. Соответственно, любой человек может свободно выйти на улицу без препятствий и каких-то дополнительных усилий. Коллеги из своего Кировска вчера прошлись по нескольким торговым центрам. В одном из них такая же система на дверях установлена, но они не нашли таблички, которые указывают, как пользоваться этими дверями. Как отвезти, собственно, да. Как дела? Это на уровне тактильного. Инструкции как таковой нету. И в экстренной ситуации человек, как правило, не читает никакие инструкции. То есть он подходит к двери, он видит барашек и его поворачивает. Алексей Васильевич, что касается учений, как они проводятся, это теоретические какие-то занятия, инструктаж или это на практике все происходит в режиме реального времени? И задействованы ли покупатели в этот момент? Они проходят как и теоретической частью, точно так же они проходят и практической частью. В нашем торговом центре несколько лет назад было совместное мероприятие с сотрудниками МЧС, где мы в натуре проходили учения с участием пожарных машин. То есть там моделировалась ситуация очага возгорания на втором этаже. Соответственно, в этих учениях участвовали как наши внутренние службы, так и службы МЧС. Ежегодно проходят мероприятия по эвакуации персонала из здания торгового центра и из административной части. То есть это тоже фиксируется. Что касается... И теоретическая часть, это, конечно, когда наглядно при инструктаже объясняешь новым сотрудникам нашего торгового центра, чтобы они могли свободно ориентироваться, то есть где у нас находятся пути эвакуации, куда бежать в случае возникновения пожара в этом месте, либо в другом. А какова проходимость торгового центра в выходные дни? Много ли народу? Ну, в течение дня посетителей бывает до 6-7 тысяч. Развлекательные центры есть в максимуме? Развлекательной зоны в нашем здании на данный момент нет. Планируется? Пока нет площадей. У меня еще один вопрос, который мы задавали вашей коллеге, Алексей Васильевич, вашей коллеге из торгового центра Greenhouse. Мы ее спросили, когда она посещает другие торговые точки, другие торговые центры, развлекательные, замечает ли она некие нарушения? Потому что профессионалы, они всегда бросаются сразу в глаза. За годы такой можно опыт набрать, что... Как у вас с этим? Конечно, наметанный глаз, он видит какие-то недочеты. Но любой, опять же, человек, который приходит в здание для большого скопления, где большое скопление людей, он может это чувствовать, насколько здесь безопасно, только даже поверхностно кинув взглядом. То есть, если он чувствует себя комфортно и он видит выход, куда он может идти в случае, не обязательно ЧП, а просто как бы он может легко ориентироваться, то, наверное, это вот самое лучшее. Навык такой нужно иметь. Да, да, навык такой нужно иметь. Конечно, когда мы приходим в любое незнакомое помещение, пусть это будет торговое назначение, либо административное, либо больница, либо школа, конечно, в первую очередь нужно взять за правило, увидеть в первую очередь план эвакуации для того, чтобы ориентироваться, где ты стоишь и куда в случае неприятной ситуации ты должен идти. Ну вот сейчас начнутся прокурорские проверки, как они проходят и ожидаете ли вы какое-то там сверхвнимание? Более такого пристального, да? И опасаетесь ли вы, что будут пытаться показать какую-нибудь статистику и закрыть, например, торговый центр? За годы моей работы я увидел, что в городе Кирове органы Госпошнадзора идут всегда на работу, направленную на предупреждение. Поэтому каких-то ожиданий, что это будет сделано показушно, нет. То есть там всегда работа выстраивается таким образом, что если есть какое-то сомнение, что здесь неправильно, это обсуждается, указывается. И мы это устраняем. Если это легко устранимо, если это требует каких-то более внимательных и материальных действий, то это в короткие сроки, конечно, обсуждается, как это необходимо устранить. Спасибо, Алексей Казаков, технический директор торгового центра «Максимум». После перерыва мы подключим руководителя батутного парка «Марио». Напоминаем, что пожар как раз в торгово-развлекательном центре в Кемерово возник в батутном парке. Кировские кинотеатры, торговые и развлекательные центры проверят на безопасность после трагедии в Кемерове. И вот вы сейчас слушали рекламный блог и видите, что продолжают работать в обычном режиме торгово-развлекательные заведения и приглашают на свои концерты. А мы стараемся снять сейчас картинку того, что происходит в наших торгово-развлекательных центрах и просто развлекательных и спортивных центрах. Насколько они гарантируют пожарную безопасность и другого вида безопасности в своих учреждениях. Анна Киселева, руководитель батутного парка «Марио», с нами на связи. Анна, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день. Основная версия очага возгорания в торгово-развлекательном центре в Кемерово – это как раз батутный парк. И говорится, что вот в бассейне с поролоновыми шариками или кубиками произошло возгорание. Ну, якобы даже намеренный поджог это был. Да, и, конечно, мы не можем вас не спросить, потому что у вас там все кругом в современных каких-то материалах и в поролоне. И очень много детей и детей с родителями. Значит, какие материалы используются и что у вас с системой пожарной безопасности, как она выстраивалась и как она сейчас проверяется? Ну, смотрите, да, начнем с того, что у нас есть система пожарооповещения во всем нашем помещении. Проводится ежемесячная проверка с занесением определенный журнал, протокол, как он там называется, я не знаю правильно. А затем у нас, конечно же, есть эвакуационный выход. Он, вот я хочу сказать, да, он закрыт. То есть вот как и было при вот трагедии. Почему? Потому что он у нас выходит на улицу и может выйти оттуда абсолютно любой человек. Ребенок маленький. Но я хочу сказать одно, что у нас прямо рядом с дверью есть специальный кейс с молоточком, со стеклянной, с такой дверцей, которую можно этим молоточком разбить. И там висит ключ. Ключ от этой двери эвакуационной? Ключ от этой двери, да, и фонарик. То есть так как мы не можем держать эту дверь открытую и в целях безопасности, и для посетителей. То есть мы нашли для себя выход. Мы прочитали много всякой документации, да, как это допустимо. А проверяющие органы считают, что один эвакуационный выход с закрытой дверью и с кейсом, с застеклом ключик, этого достаточно для того, чтобы свечить безопасность? Для нашей площади, да. А какова площадь батутного парка? 600 квадратных метров. 600 квадратных метров. Хорошо, давайте поговорим о материалах, которые применяются в вашем батутном парке. Кто сертифицирует, кто их проверяет, и были ли у вас прецеденты с возгоранием? Ну, значит, в основном, конечно, применяются современные материалы. Это и поролон, это и изолон, это производная поролона, это ПВХ, это тентовая ткань, и дерево, и металл. То есть у нас используются в нашем батутном парке различные материалы. И это все хорошо горит? Как везде. Анна, это все хорошо горит? Кроме металла, конечно, это все хорошо горит. Анна, скажите. Меры безопасности в таком случае? Меры безопасности. У нас в нашем парке установлено... Значит, во-первых, у нас на полу лежит противопожарный линолеум. Это раз. У нас везде по всему парку указатели, которые ведут к эвакуационному выходу. У нас висит схема, но, честно сказать, я считаю, что она достаточно бесполезная, потому что по ней очень сложно разобраться. Поэтому мы по всему парку повесили именно эти указатели, чтобы люди в случае чего... То есть они... Ну, люминесцент, то есть они светятся в темноте. А, отражают свет. Да. То есть если даже будет выключение света, как вот было в Кемерово, да, эти указатели, они будут видны. То есть они на всех стенах и указывают, соответственно, к эвакуационному выходу. То есть, естественно, эвакуационный выход, он подсвечен. То есть там даже если будет перебой энергии, освещение над ним будет. То есть его найти легко. Вот. Значит, так как у нас проводится ежемесячно вот эта проверка, да, мы точно знаем, что сестеро-оповещение у нас работает. А скажите, пожалуйста, ребята, когда идут в игровую зону, ну, не знаю, ну, слово досматривать, наверное, как-то слишком жестко будет применяться. Я имею в виду, чтобы там ничего не оказалось. Зажигалки. Да, то, что может быть источником огня. Ну, вот, смотрите, у нас достаточно большая, ну, может, вы знаете, или нет техника безопасности, правила поведения батут на парке. На один лист А4 с двух сторон мелким шрифтом. То есть все очень сильно ругаются, вот. Но мы, да, мы даже цепочки с посетителей снимаем. То есть у нас нельзя с широкими штанами, да, ой, с широкими карманами, в штанах широких мы не пускаем. То есть с собой даже наверх нельзя пронести сумочку. Максимум телефон. И, видите, в Кемерово очень достаточно большой активити-парк был. И поэтому, может быть, недосмотрели сотрудники, да, потому что у нас парк небольшой, у нас на арене всегда находятся 2-4 тренера, которые четко за этим следят. То есть я думаю, что у нас, наверное, это было бы невозможно, потому что быстро бы среагировали ребята. Видите, тут еще очень важно, какой сотрудник. То есть не какой-нибудь там, знаете, ну, малолетка, который сразу испугается, убежит. Да, все наши ребята, они, во-первых, умеют пользоваться огнетушителями, они знают, где они стоят. И в экстренных ситуациях они, я уверена, не побегут к запасному выходу, да, а начнут действовать. Это тоже очень важно. Да, еще один вопрос, Анна, у вас там достаточно высокие потолки. Вот я хочу просто как потребитель понять, например, что-то случилось, я не знаю, замкнуло что-то от проводки, загорелся поролон, который мгновенно вспыхивает. И мы видели эту историю по Кемерово. Там буквально в считанные минуты... Секунды, да, так и есть. Все, да, секунды затянуло тем дымом, и вообще непонятно, как срабатывает эта пожарная история, что у вас там, вода распыляется, порошок, пена? Нет, смотрите, у нас система оповещения, пожароповещения, не система пожаротушения. То есть сразу поступает сигнал о том, что у нас пожар на пожарную станцию. Вот, по всему парку сразу раздается просто пронзительный звук, то есть такой звук, что уши даже оглушают, то есть никто не сможет его не услышать. То есть этот, соответственно, звук... То есть только эвакуация, мы поняли. Сигнал к тому, что нужно брать ноги в руки. Только эвакуация. Есть ли у вас специальные сотрудники, которые отвечают за охрану, кроме инструкторов, о которых вы говорили? Ну, у нас есть ответственность за пожарную безопасность, конечно. То есть у нас все ребята... Он постоянно там находится? Он постоянно там находится. Огнетушители, соответственно. Учения у вас... Естественно, да, у нас есть огнетушители, значит, есть специальные таблички, чтобы люди, которые пришли, они знали, да. То есть, ну, бывает такое, что ты пришел и сразу же вот увидел. То есть у нас на видных местах расставлены эти огнетушители. Да, все понятно. И, да, конечно же, проведено с сотрудниками обучение, проведено соответствующие отметки в журнале о... Я не помню, как он правильно называется, о том, что они прошли это обучение. Учения с эвакуацией у вас были, так, чтобы все это было в натуре осуществлено? Нет. Понятно. Спасибо, Анна Киселева, руководитель батутного парка «Марио». У нас время-то уже истекает. Техника в очередной раз нас в середине эфира подвела, и мы не смогли подключить Александра Добрушкиса, Яныча Батарева и Андрея Вавилова. Я думаю, что мы в начале следующего часа, как минимум, Яна Евгеньевича подключим. До 15-й минуты, да? Надо понять, когда проверки проходят все-таки. Ну, а Константин Долгополов сказал нам, что он не является сейчас генеральным директором Вятка ЦУМ. И, к сожалению, ситуацию по ЦУМу и по торговому развлекательному центру «Фестиваль», где на верхних этажах находятся огромные семейные развлекательные центры, мы сегодня вам выдать не сможем. Но надеемся, что, может быть, к новостному материалу все-таки составим свое мнение и об этих учреждениях. Сейчас у нас новости. Перерыв на 20 минут. И в начале следующего часа с этой темой продолжим. А после перерыва, на 16-й минуте, будем говорить об итогах акции «Доступная среда».